Здарова, ты на канале новогоднее неустановленное лицо. Сейчас ты посмотришь, как мы сгоняли на Кавказ на целых две недели. Офигенно потусили. Я практически ничего не снимал. Ну а то, что наснимал, собственно, ты сейчас и увидишь. Достаточно смешанные чувства испытываешь, когда едешь уже в свой последний три по пути. На половине пути встречаешь уже пять аварий. Все, заебесится. Можно двести ебашить, так, давай. Это, как я видел, последние секунды жизни. Что ты можешь сказать про дороги Краснодарского края? Мы проебали переднее колесо, так мало того, чтобы его проебали. Мы сейчас даже и поменять их не можем. У нас даже элементарного ключа нет, не говоря уже о запаске. Пока Бэт-Трип идет по плану. Вот как бы намек номер раз. Это мы в снег въебались. А тут уже конкретный такой намек номер два. Это уже ямка. Посмотрим, что будет дальше. Оу, еее. Ничто не предвещало беды, по крайней, взял пивка. Тут хуяк. И я уже в Пятигорске. И, как говорят местные, только ебанут и пойдет вечером в бык. И понимаете, как хотите. Рудник номер два. В горе Бык, которая находится в 20 километрах от Пятигорска. Об этом руднике я узнал, когда мы снимали ролик с МШ про Бештау. Но на тот момент, как нам сказали местные ребята, он был недоступен. Но примерно через месяц после нашего отъезда появилась инфа, что его открыли. И сохран, и фон там были побольше, чем в Бештау. С того момента мне и захотелось его посетить. Но получилось это только спустя 4 года. Пойдем, глянем, мы там разберемся. Я тебе говорю, раньше такого не было. Раньше и трава была зеленее. Списавшись незадолго до приезда, с Димой, с которым познакомились случайно, как раз во время съемок Бештау в 2017-м, было решено посетить бык. Мне для галочки, а ему для сбора минералов. Он позвал еще одного своего товарища, который до этого вообще не был в подобных местах. Поэтому его эмоции были главным объектом для шуток во время прогулки. А собственно сам рудник стал разрабатываться спустя 2 года после Бештау в 54-м году. И работал аж до 91-го, когда после банкротства предприятия работники устроили забастовку и просто не вышли на работу. Ход был забетонирован лишь при рекультивации в 2013-м году. До самого конца? До самого конца. 60 метров. А где пройдет сколько метров получается? Метров 5. Ебать. Он был хорошим другом. Да, только ты не надел дождевик. Внизу самое интересное. Сиськи вышли из чата. А вот так выглядит пятигорский майнинг. Да, добыча. Да, вот так вот добываются самые редкие минералы, если вы вдруг не знали. Самое охуенное в этом всем, что тут плюс 20 где-то, а будет еще жарче. Где еще зимой так погуляешь? Не пасуй, живешь только дважды. Ведь если я способен вернуться, способен каждый. Позитивная мотивация, но не мой конек, и мы все умрем. Спасибо, брат. Еще самое забавное, что когда с одним человеком договаривался встретить здесь Новый год, а в итоге встречаешься абсолютно рандомно с абсолютно другими людьми. Это что, горы? Мы что, гора? Еще и посерпанили. Когда за 10 минут до закрытия магазина вы ищите угли, потому что их забыли при главном закупе. Ребята, это наша кухня Новый год, и сегодня мы будем готовить... Оливье! Оливье! Чернослив для кулеша. Надо помыть. Блядь, это шашлык. Маринад! Что будет, если добавить коктейль? Вот. Вот. Немножко яйца. Вот так. Кстати, чернослив. Как заработать 18 плюс на видосе? Раздевайте друг друга. Наконец-то ты перестанешь хрипеть по ночам. О! Стасик, а что ты можешь сказать, если это последний трип в твоей жизни? Это, блядь, самый хуевый трип в моем. Я надеюсь, пока что-то будет охуенно. Я первый раз поехала на Новый год с ЛТ-шниками. Я три года этого ждала. А чего конкретно мы узнаем чуть попозже. Не, не стоит, не стоит. Тихо нахуй. Давай, ебашь, ебашь, хуярь! Давай, ворвись в этот год на двух колесах. Давай, Стасик, давай, блядь! Давай, 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 давай! Врывайся, блядь! Направо! Он, блядь, с головой не дружит о чем-то. Он хочет сил, вдохновение. Он хочет ему сперва. Он хочет сил, во всех-всех-всех задумывается. Как переживотник. Сразу прибирай за ним. Ответственный движ. Доставка еды. Егор, мы так скучно отмечаем Новый год, но мы все равно рады, что он без тебя. На меня сейчас накомшотили картофельной водицей. Ну, картофельная кофе. С новым тебя годом. Блять! Блять не буду. Не, нормально, я сейчас. У нас их в ладони не хватает. Блядь! Брата, брата, брата! Вы не снимайте их, блядь! Брата, брата, брата! Против кей-попа! Руки-пазуки! Требещите, суки! Брата, брата! Брата, 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 брата! Брата, брата! Всех с Новым Годом! О, Полиночка! Первый раз с тобой не выпьем в этом году! Полиночка! На туалет не могу с дом родной. Стас, Стас, Стас! И как хорошо ты ногтем относишься? Нет. Похуй! Красава! Взаимная работа! Нормальные пальцы, кстати. Перед автостопом постриг. Ай, коду вам! Я сейчас зря на него сосала, что ли? Давай, бля, бля, бля! Хуй, говно, да! Муравей, муравей, говно и хуй! Даш, как тебе Новый Год? Я не хочу материться в видео, потому что я трезвая. Но он вышел по-пидорски. Вадим, как тебе этот Новый Год? Я не буду только на камеру говорить. Говори то, что можешь на камеру. Ну, короче, это не микро-тусы, там, где мы с вами приходим, начинаем все организованно готовить, а вот чисто бухаловка, блядь, с непонятными людьми и пиздецом. Большинство людей я не знал. Были какие-то странные люди, которые пытались меня фырнуть, и вот в итоге я отнимал нож у девочки, а потом я въебал о корову. Чисто пришли с большим русским человеком покушать. Что будет в этом? Можно один чебурек с годнотой, второй с оливье и одну хинкалину с коктейлем имени Кумеды. И поживей, пожалуйста. И кем же плачет? Без гарь не мог пасту. Тишка прана, еще бы 0.7 мне в печи. Въехали в республику Ингушетия. У нас, как всегда, проверили паспорта. И сейчас мы будем фоткаться с надписью 29 лет. Прям как ребят. Бывает, в жизни происходит такое дерьмо. Мальчик, иди нахуй. Даша, а что, если бы это было последнее место в твоей жизни? Блядь, почему сел опять в фотографии охуенно, а у меня говно какое? Ну ладно, давай тебе сделаем. Полетал тут на дроне, и только его посадил, и хуя, орел, блядь, вылетает. Кружит тут, изучает, что за хуйня происходит. Нормально. Реально мне повезло по таймингам. Тут, нахуй, нас уже окружают со всех сторон. Иго-го, мазафак, а? Да. О, Даша, давай, ты залезешь на лошадь, и мы тебе сделаем такую фотку. Хорс на хорс. Здорово, заебали. Блядь. А, что случилось? Сука. Сняли? Блядь. Ёб твою мать. Вот это я выливаю трафик, блядь. Вадим, а что, если это твой последний трип? Я же говорю, не на низу коней, а не на низу. Бля, сука, я надеюсь, мне дверь еще крахит. Я проехал примерно 800 тысяч, а у меня в первую жизнь ДТП с лошадью. ДПС вызывать не бум, порешали с ингушетскими конями все так. Да, мы нормально, мы по-братски. Мы просто показали им всеми на лицо, и не сказали, езжайте. Вы записали номера лошади? А я вспоминаю, внезапный тот пизюн. Ты зачем показывал мне свой пизюн в ночной тишине? Дорозы, ебалы. Ну, землявым пухом, ребятки. Надеюсь, без своих вещей вы сможете прожить хотя бы на день больше. Я считаю, что если у вас украли вещи, это очень хорошо, потому что вы чувствуете свободу. Вы избавились от грядущего прошлого. Да, и вы можете теперь идти куда угодно, без вещей, и придумывать, чем заняться, а не таскать вот это вот спальники, одеяло. Поэтому, ребятки отдавайте нам. Отойди. Собьют, не собьют? Отойдите. Я бы сбил. Расследование показало, что здесь тоже нету детонаторов Лекса. Не то, чтобы здесь было весело и свободно, но Даша занимает все задние сиденья. Это горб распух. Удараж немножко. Они точно не увидят. Если бы не Гайцы, я бы поехал. Ну, так-то да. Объезжай их вот здесь. Сука, Ру. Небольшая рокировочка. Мне в глаз что-то попало. Я пытаюсь открыть чужий час, ничего не получается. И мне очень сложно смотреть на ту красоту, которую... Да, за окном такая красотенюшка. Чем можно заниматься? Попытаться навалить бачку. Попытаться прозреть, чтобы оценить эту красоту. Вадим, это кармадон на тебя так... Кармадоном накрыло, блядь. Обожаю, сливочное масло. Мы узнали, в чем сила, брат. Сила в единстве. Круто вообще. Какая-то дырка. Контент, который ты снимаешь... Профит. Жрите ее, жрите. Маша, ты думаешь, там вот эти скелеты просто так появились? Это когда не кормят ослов. Андрей, что вы можете сказать про данный вид транспорта? Ослы? Ну? Ну, явно надежнее, чем машина коробки. Все надежнее машины коробки. Это уже в Осеннене. А коробка в Ростове. Здравствуйте, подбросьте автосовом? Нет. У нас места нет. Мне вообще похую. Спасибо большое. Здравствуйте. Подписывайтесь на мой канал. Чего, подбивайте, Григорий Лепсова. Салам алейкум. Я считаю, что это не здоровая хуйня. И такое позволять нельзя. Таких людей нельзя построить эту тусовку. Они опасны для общества. Вы можете вот по этим лицам наблюдать, как прошла вчерашняя тусовка. Я хочу какиш выдавить. Какиш? Свой? Для Богдана. А вот Кенджи. Он вчера был очень весен. Очень весен. Ебейший, блядь. Я тебе не верю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И едьте в гору. Отмечайте колокольчик. Что там еще? Комментарии пишите. И донатьте один доллар, чтобы посмотреть, как чуваки бухают и рок-н-роллят. И скиньте на бензин. Смотрите, как красота закручена. Только что вы видели фотки, где все вот это видно. Просто меньше минуты прошло. Мы в облаке. Ёблоко, блядь. Какие-то, блядь, туманные, нахуй, вечеринки, блядь. Сейчас мы должны помочь ему. Мы должны его забрать. Вы что-нибудь видите? Мы тоже нихуя не видим. Мы даже не знаем, на какой мы высоте. Но где-то там наша бричка, по идее. Он проявляется потихоньку. Чисто таки Париж-Дакар. Я тебе не верю! Бутер за окном по привычке. Гонит облака, словно спичкой. Я здесь снимаю, как он за нами побежит. Роза и парень. Я, Вадим, он... Я тебя ломал, меня прием. Должно быть какой-то попутчик. Ай, блядь! Это все, конечно, красиво. Но Лев сыграл уже третий час. И это только начало. Бляскинь. Заехать после красивейших гор в какие-то сказочные ебеня? Вылезти из машины. И дальше начать двигаться стопом. Кто бы мог подумать, что 4 января понадобится зонтик. Как говорится, раз уж смотришь видосик, то и коммент напиши. Если через 5 минут не вернусь, подождите еще. Хорошо. Заходи, врач. Отпускай. Повторное посещение Биштау у меня в планах не было. Но ребята очень хотели там побывать. И в итоге решили мы сходить в 13-ю штольню. Дабы по времени было не слишком затратно. И в то же время относительно разнообразно. Заехав к Диме за сменными шмотками и фонарем, мы двинули к штольне. И провели там несколько часов. Габаный рот этого казино сказал о себе однажды, что я больше не буду в Биштау. И я снова в Биштау. Кстати, стоит заметить, что в 13-й штольне водички-то стало побольше. Но это, возможно, последствия сегодняшнего дождя. Ведь мы выбираем самые лучшие условия для наших туров. Не рискнешь, не проживешь. А как вы отмечаете день рождения Тиля Линдемана? Который как раз сегодня, на момент записи видео. Тут вот, например, гремил в куртке Рамштайн и с футболкой еще там в стиле. Вообще нормально отмечаем, гуляем. Денчик лезет. Здорово, отец. Здорово, отец. Опять, блядь, в помойку какую-то залезу. Я хотел жить в Гавне. Видите, как этот кот расстроился? Потому что я его не угостил. Самый лучший шоурмой в России. А меня угостишь? Этот уже тоже облизывается. Ну, короче, наконец-то. Ожидания оправдались. И Шава реально огонь. Прям, ну, 10 из 10 я могу поставить. Короче, Шава топ. Слишком даже сыт, но за 105 рублей на одно ебало прям огонь. Ну, то есть она большая, 210 стоит. Но ее на двоих поделили, я даже не доел. Вы видите заправку? Или я не вижу? А на картах она есть. Это заправка должна быть? Может, там как с Гарри Поттером, типа, надо разогнаться и через портал заедешь? А как вы проводите свободное время? Как я говорил, живочки вредны для здоровья. А ни хер курить? Это еще более вредно для моих волос, блин. Я тебя убрал? Охренеть, спасибо. Такие моменты, когда начало января ты в футболке стоишь, покуриваешь на ярком солнце с видом Нагора, задумываешься, блядь, а стоит ли возвращаться в ту же Москву? Напишите в комментарии, у кого жопа лучше. Определенно у нее. Блин, дрон запустить ему стропы, нахуй запутать. Блин, дрон запустить ему стропы, нахуй запутать. когда хотел сходить в магаз а приехал в магаз и понимаете как хотите больше не ногой в хасавюрт ты все это хаваешь у тебя нет выбора интересно там по баллам можно расплатиться ты расплатился там по баллам и получил по ебалу январь продолжался и становилось холоднее внутри правда потому что градус нынче пониженный несколько дней назад плюс 40 был сувакский каньон хоть и является одной из самых баянных и популярных точек в дагестане но для нас оказавшихся впервые в этой республике была одна из самых главных точек к посещению локации и особенно погодой мы остались довольны а впереди нас ждали еще многочисленные незабываемые виды не только гор но и бесчисленного количества тоннелей и гидроэлектростанций правда уже узнаном из окна машины ребята это шо таймской смотрите какая хуйня на постном масле вода недостаточно чистое поэтому такое хуевое отражение ты шо ебанутый ты шо там делаешь а так здесь не ловит а Простите пожалуйста. Будешь? Надо затянись. Нормальная тема. Тоже трава, только сушеная. Тяжечка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз Москва-Воронеж, отлично. С утра мы поехали в заброшенное село Гамсутр. Половину пути наверх можно сократить на буханке, кинувшись по сотке. А само село представляет из себя полностью заброшенный аул на вершине полуторатысячнометровой горы. В 2015 году умер последний ее житель. И кроме туристов здесь людей больше нет. Хотя селу без малого больше двух тысяч лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе данный пейс? Чудесно. Мне очень понравилось, только холодно. Прям до соплей аж, да? Подниматься очень жарко, да, а ходить холодно. И было, муки замерзли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катиться там долго, можно было бы избрать короткий путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как открыть окно, ебаный в рот? Выйди в дверь. Опа! Ты чего? Кать, оно не открывается! Че скажешь? Ради Аллаха, не бросайте мусор на дорогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если год начинается с Каспийского моря, а море оно постольку поскольку, то что ж это будет за год тогда? Да, кстати, я тут впервые, мы доехали до Дербента. Здесь, наверное, переночуем. И с утреца заценим лунь. Погоним уже, наверное, обратно. Добравшись в потемках до берега Каспия, я хотел успеть хоть что-то заснять. И взлетал прямо из машины. Потому что почему бы и нет? В итоге застрял в дереве, а пока доставал дрон, уже совсем стемнело. Но с дроном все было в порядке. Да ты что, блядь, правда нахуй на карте нашелся? Ебать ты, Белочка, ты сейчас вместе с ним пизданешься. Вообще похую. Первая авария. Похую вообще, он целый. А, ну сдох, все нормально. Добытчик. Вот, готов, как у меня появился дрон. Он вырос. Сегодня был замечательный ужин. Мы макали в чечевичный невкусный суп. Просто все, что угодно, чтобы сделать, чтобы разнообразить в общем жизнь. Что погрызти, пизелеет место. Что показалось вкусным. Поэтому не изменяй, как традиция, нам принесли лимон. Ну как бы норм, кстати. Катя, нужна твоя консультация. Что делать, когда сыр с нас дрей течет? Да, в чоколе. Я съем. Я доем. Блядь, не в пистанции. Сова, свина, за северный дух. Я бы вот это назвал каспийским монстром, а не прекрасный экраноплан. Карусель, карусель. Блядь. Ударный экраноплан с шестью ракетами на борту, построенный в единственном экземпляре на закате советской эпохи, служил чуть больше года в составе Каспийской флотилии, перестал использоваться в 1991 году и вплоть до 2020 года стоял в Каспийске, после чего был отбуксирован в Дербент для строящегося парка «Патриот», где и стоит по сей день. Продолжение следует... Удивительное дело, «пятерочка» через «Е» намного дешевле, чем «пятерочка» через «Я». У Бабалехи по 58. Как и история на берегу Каспийского моря, так же получилось и в Махачкале. Начало уже темнеть, я хотел успеть хоть что-то снять, взлетел у главной площади, и когда дрон поднялся выше уровня окружающих крыш, его унесло ветром на главное здание ФСБ и МВД по Дагестану, где он познакомился с глушилками и потерял сигнал, а я потерял дрон. Подошел к главному входу, обратился к сотруднику и рассказал ему о случившемся. В итоге нас доставили в отдел, где мы заполнили объяснительные, потеряли 3 часа, нас угостили кофе, в целом все было нормально. А полицейские обещали вернуть дрон или хотя бы флешку в случае его нахождения. Но, как вы видите по кадрам в ролике, ни дрона, ни флешки я так и не получил. Если для чего и стоит свернуться летом в Пятигорск, то это за 800 граммами шаурмы за 200 рублей. Сытная маза, ебаный рот. Сейчас ты почувствуешь лютый ужор. Напишите в комментариях, как бы вы назвали эту речку. И она действительно называется Вонючка. Тот, кто угадал, получает сытную пятигорскую шаву, агрессивно валящую в ебло. Она реально меняет, да? Вот такая вот вышла поездочка на Кавказ. Как обычно, с новыми потерями, ну, отчасти и с новыми приобретениями. Отдельная благодарность подписчикам с Патреона. Во многом благодаря вам. Иногда находятся бюджетно-подробные поездки. Также спасибо тем, кто донатит на стримах. Ну и увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok